Воду перекрыть негде здесь, с краю. Будет топить в колодец. Воду перекрывать негде, а перекрывать надо. У работников ЛГЭКа непростая задача. Нужно убрать незаконную врезку. Отсюда вода поступает в жилой дом и на автомойку по соседству. Это не мойка, ещё раз говорю. Это мой личный гараж. Видите, стоит техника. Я здесь ставлю машину. Уже давным-давно здесь нет никакой мойки. И никогда её здесь не было. Ну что же вывеска? Ну снимите дверь. Вам нравится дверь? Заберите дверь. История почти детективная. Как только хозяин гаража с незаконным водоснабжением уезжает, причём на машине с чукотскими номерами, появляется младший лейтенант полиции Алексей Ермаков. Меня вызвали на храм общественного порядка. Я ничего не буду говорить. А кто вас вызвал? Начальство моё. Пока местный участковый пытался найти нарушителей общественного порядка, вернулся хозяин незаконной врезки. Всё опечатано. Опять же, акт всё приняли полностью. Опечатали счётчик, всё опечатали. Покажите, пожалуйста, договор с ЛГЭКом на обслуживание, на потребление ресурсов. У вас имеется? У меня нет договора. Такой фонтан сотрудники ЛГЭКа здесь устраивают уже в шестой раз. В прошлом году обнаружили врезку. С тех пор и ведут борьбу со злостным нарушителем. Вот устройство, с помощью которого утекает неоплаченная вода. Какая гарантия, что он повторный, это не использует? Ну, мы приняли все меры для того, чтобы исключить повтор, потому что, грубо говоря, для того, чтобы подключиться, нужно перекрыть. И здесь возможности перекрыть нету. Центрального водовода. Из-за того, что пожаловались на этот гараж, вы отключаете дом. Алексей Леонидович, ну вот давайте... В котором проживаю я, жена и двое моих маленьких детей. Совершенно летних. Вот и всё. Вот ваши действия. Вот так вот вы помогаете. Никаких договоров на присоединение к сетям ЛГЭКа и поставку воды Алексей Фурсов не заключил. Поэтому, чтобы в этом доме появилась легальная вода, его хозяин по расчётам коммунальщиков должен заплатить по максимуму. Если мы, например, выявляемый человек на протяжении месяца к нам не приходит, соответственно, мы начинаем выставлять ему по пропускной способности. По пропускной способности утекло воды на полтора миллиона рублей. И пока долг не оплачен, сотрудники Липецкой городской энергетической компании здесь частые гости. Оксана Корабельникова, Роман Авраменко, Липецкое время.